В Татарстане открылся сезон охоты. Сколько стоит разрешение? Куда идти с документами по гаражной амнистии? И это должен знать каждый. Уроки финансовой грамотности для школьников стартовали. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok количество выданных разрешений. Получается всего 1%. К слову, в порядке выдачи разрешений на охоту этой осенью произошли изменения. Разрешение эти не получат охотники, которые вовремя не сдали сведения о добыче охотничьих ресурсов по ранее выданным разрешениям. В течение 10 или 20 дней, в зависимости от вида добываемых животных. Во сколько обойдется разрешение на охоту и какие тут есть финансовые нюансы, мы спросили у экспертов. Делим угодья на две категории. Категории общедоступных угодий и категории закрепленных угодий. Если в общедоступных угодьях все понятно, все ясно, там взимается только госпошлина. Госпошлина в размере 650 рублей за одно выданное разрешение, вне зависимости от сезона оно выдается или на один день охоты. То в закрепленных угодьях, конечно, здесь у нас идет некоторая раскидка по стоимости. Могут быть здесь и 3 тысячи за сезон, может быть и 5 тысяч, может быть и больше. Зависит все от того, что, во-первых, от пользователей, как они собираются проводить вот эти охоты. Зависит от того, как они собираются привлечь и капитал свои, скажем, в свою корзину для того, чтобы в дальнейшем их реализовать и потратить на ведение охотчиво-хозяйственных мероприятий, которые необходимо проводить. Росреестр Татарстана совместно с Кадастро и Палатой теперь регулярно, каждую неделю проводят горячую линию и отвечают на вопросы татарстанцев, которые бы хотели воспользоваться гаражной амнистией. Точное время номера телефонов для разных городов республики можно найти на сайте ведомства. Напомним, гаражная амнистия вступила в силу с 1 сентября, и сегодня в республике примерно 50 тысяч объектов с назначением гараж вообще без сведений об их хозяевах. То есть они теоретически подпадают под гаражную амнистию. Кто может рассчитывать на оформление гаража и земли в упрощенном порядке и куда идти с документами, мы спросили у экспертов Росреестра республики. Гаражная амнистия предполагает оформление права не только на гараж, но и на земельный участок под гаражом. Законом о гаражной амнистии могут воспользоваться граждане, которым в свое время гараж был предоставлен государством или организацией, в том числе в той, в которой гражданин работал, а также владельцы гаражей в составе гаражных кооперативов. И тем и другим гражданам заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно необходимо обратиться в Исполком. К заявлению они прикладывают определенный пакет документов, данный перечень документов, он предусмотрен законом о гаражной амнистии. И в этих документах должно быть указано, что гараж является капитальным и он был построен до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие градостроительного кодекса Российской Федерации. Решение о возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно, а также о передаче документов на регистрацию права собственности на земельный участок и гараж, в случае если гараж не был зарегистрирован, принимают Исполком. В Казани это районные администрации Исполкома города Казани, а в районах республики это палаты имущественных и земельных отношений. В татарстанских школах накануне стартовали онлайн-уроки финансовой грамотности. Целая осенняя сессия таких уроков. Разработано для школьников 6-11 классов, а также студентов профобразовательных учреждений страны. Занятия будут проходить с участием ведущих российских экспертов в области финансов. На уроках учащиеся узнают о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для инвестиций, налогах и пенсионных накоплениях, а также о том, как безопасно пользоваться банковской картой и противостоять мошенникам. Кроме того, отдельное внимание будет уделено профориентации. Эти знания обязательно пригодятся в жизни и нужно их усваивать со школьной скамьи. А кроме того, с 22 сентября начинаются онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения, а с 27 сентября вебинары по инвестиционной грамотности для взрослых и студентов. Они будут выходить в эфир до 17 декабря. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.